Здравствуйте, уважаемые телезрители! Уверенным шагом мы приближаемся к концу нашего курса. Я очень надеюсь, что вы не забываете тренироваться самостоятельно, чтобы добиться видимых результатов быстрее. Сегодняшняя тема нашего занятия будет посвящена вновь грамматической теме. Это условное предложение. С нулевым, первым и вторым условиям мы разбирались ранее, на шестом и одиннадцатом уроках. Сегодня мы перейдем к третьему условию. Это одна из самых сложных тем в английском языке. Давайте с него и начнем. Условные предложения третьего типа. Раздел первый. Напомню, что условными называются предложения, в котором говорящий относится к высказыванию как к реальному, маловероятному или нереальному. Если ситуация нереальная, то мы используем первый тип. Грамматически нужно в главной части использовать будущее, а после if – настоящее. Смотрите на примерах. Если ситуация нереальная, то используется второй тип условного предложения. Грамматически в главном предложении ставится would и глагол, а после if – простое прошедшее время. Пример. If I was you, I wouldn't refuse. На твоем месте я бы не отказалась. Помните, что вместо was может ставиться и were. If I were you, I wouldn't refuse. Что касается третьего типа условного предложения, то мы будем говорить о нереальном условии в прошедшем времени. Обращу ваше внимание еще раз на тот факт, что условные предложения первого и второго типа относятся к настоящему или будущему, а вот условное предложение третьего типа уже будет относиться к прошедшему времени. Формула третьего условия такова. If past perfect would плюс have плюс глагол в третьей форме или с окончанием id. Как это выглядит на примерах? If the chemist had been open, I would have bought some aspirin. Если бы аптека была открыта, я бы купила аспирин. То есть аптека была закрыта, поэтому я не купила аспирин. Неважно, в каком порядке мы будем переводить предложение. Оно может звучать и по-другому. Я бы купила аспирин, если бы аптека была открыта. Отрицательные и выпросительные предложения будут строиться по общему правилу. If I hadn't listened to you, I would have come late. Если бы я тебя не послушала, я бы опоздала. Но я последовала совету и пришла вовремя. Отрицание нод ставится в той части предложения, где она нам нужна. Может быть и так. If I had listened to you, I wouldn't have come late. Отрицание ставим в зависимости от смысла, какой мы хотим передать. При вопросе глагол ставится на первое место. Ты бы почувствовал себя плохо, если бы не съел много мороженого. Помимо would, может быть использованы модальные глаголы could или might. Если бы Мэри предупредила меня о своем приходе, я бы приготовила что-нибудь вкусное. В грамматику лучше всего вникать на практики, поэтому мы переходим сразу к нашему второму разделу. Раздел 2. Практика. Переведите следующее предложение на английский язык. Правильный ответ вы увидите в последующем слайде. Если бы ты не торопился, ты бы не забыл свои ключи. If you hadn't been in a hurry, you wouldn't have forgotten your keys. Джейсон не сломал бы руку, если бы был более аккуратен. Если бы авиакомпания не была на забастовке, рейс бы не отменили. Если бы ты не оставил дверь открытой, щенок бы не смог сбежать. На самом деле здесь нет ничего сложного, главное привыкнуть к таким сложным конструкциям, и тогда у вас все получится. Следующее задание интересное. Вы увидите предложение и два варианта ответа. Нужно будет, исходя из смысла предложения, ответить на эти вопросы. Правильные ответы на оба вопроса будут no, he didn't. Второе предложение. If we hadn't been late, we would have seen the start of the film. Were we late? Did we see the start? Правильные ответы. Yes, we were late. No, we didn't. Третье предложение. Кейт wouldn't have gone the party if she hadn't been invited. Did she go? Was she invited? Правильные ответы. Yes, she did. И yes, she was. В следующем задании нужно дополнить второе предложение так, чтобы оно по смыслу совпадало с первым, используя при этом правила третьего условия. В пропуске нужно поставить соответствующие слова. If it called we a fire. Правильный ответ. If it had been cold, we wouldn't have lit a fire. Следующее предложение. He didn't come, so we didn't do any photos. If he had come, we would have done some photos. Следующее. Tony didn't buy any clothes because he didn't see anything he liked. Правильный ответ. Тони would have bought some clothes if he had seen something he liked. The audience laughed because the joke was very funny. Правильный ответ. If the joke hadn't been funny, the audience wouldn't have laughed. С грамматикой у нас на сегодня все. Мы переходим к третьему разделу. Я очень надеюсь, что вы будете тренироваться самостоятельно, чтобы у вас отложились все условные предложения. Не только нулевое, первое, второе, но и также третье. Итак, наш следующий раздел. Раздел третий. Активный словарь. Сегодня мы поговорим о машине. Конкретно о путешествиях на автомобиле. Поэтому все, что связано с дорогой, с автомобилями, с наймом автомобиля, мы будем разбирать в этом разделе. Поскольку прокат машины за границей сегодня очень распространенные явления, я думаю, что эти слова вам понадобятся. Пешеходный переход. Дисейбл паркинг. Парковка для инвалидов. Паркинг митер. Парковочный счетчик. Дайвершн. Объезд. Овертейк. Обгонять. Реверс. Сдавать назад. Тауэуэй. Буксировать. Раундэбаут. Кольцевая дорога. Дюэлкэридж вэй. Четырехполосная автострада. Проход или проезд запрещен. Хазард. Опасная дорога. Толл бут. Контрольный пункт на трассе. Слэйп раад. Въезд на автостраду. Дивайдер. Разделительная полоса. Андерпас. Туннель. Хард шалдер. Защитный бортик. Флай овер. Эстакада. Экзит рэмп. Съезд с автострады. Инсайд лейн. Правый ряд. Миддл лейн. Средний ряд. Аутсайд лейн. Левый ряд. Фронт вилл. Переднее колесо. Реар вилл. Заднее колесо. Рут намбер. Номер маршрута. Вин миро. Боковое зеркало. Лайсенс плейт. Номерной знак. Цайр. Шина. Роуфрек. Верхний багажник. Сидбелт. Ремень безопасности. Боннет. Капот. Салун. Седан. Эстейт. Универсал. Пиплкарьер. Микроавтобус. Внедорожник. Петро памп. Бензоколонка. Филл. Тенк. Залить баг. Кар. Ваш. Мойка. Брейк. Тормоз. Экселерейтор. Педаль газа. Клач. Сцепление. Мэнюэл. Ручной. Дэшборд. Приборная панель. Hazard lights. Аварийные индикаторы. Gearstick. Рычаг коробки переключений. Gearbox. Коробка передач. Бодиворк. Кузов. Сайленсер. Глушитель. Джек. Домкрат. Рэнч. Гаечный ключ. Спарк-плак. Свеча зажигания. Рефлектор. Отражатель. Gearway. Уступи дорогу. One way. Одностороннее движение. Keep left. Держите с левой стороны. Lane closed. Ряд закрыт. Slow down. Сбавить скорость. No overtaking. Обгон запрещен. Левел-кроссинг. Железнодорожный переезд. Accident ahead. Впереди авария. Cue ahead. Впереди пробка. Сервисы зона отдыха. On toe на буксире. Caution. Внимание. Get in lane. Придерживайтесь полосы. Low bridge. Низкий мост. Vehicles will be clamped. Транспортные средства будут блокированы. Steering. Рулевое управление. Indicators. Габаритные окни. Flat tire. Спущено колесо. Batteries flat. Сел аккумулятор. Run out of petrol. Закончилось топливо. Losing oil. Течет масло. На этом наш раздел этот закончен. Удачной вам дороги и приятных путешествий. Следующий раздел будет академический. Раздел четвертый. Деловой английский. В этом разделе мы разберем, как анализировать графики. Те из вас, в чьи обязанности на работе входят не только чтение, но и составление графиков, найдут какие-то данный раздел очень полезным. Современные реалии требуют не только уметь читать графики, таблицы, диаграммы, но и составлять их самостоятельно. А главное, не только уметь составить их, но и уметь проанализировать ту информацию, которая дана в графике. Понять основную суть и идею. Сейчас мы это сделаем на английском. Перед вами будет график, показывающий факторы привлекательности работы для мужчин и женщин разных возрастных групп. Посмотрите на него внимательно пару минут. Постарайтесь выделить для себя важные моменты. Какие вы бы для себя отметили факторы привлекательности при устройстве, скажем, на работу? Какие вы бы вы сделали? Старайтесь сразу строить предложение на английском. Так вы быстрее усвоите и запомните этот язык. Чем меньше вы будете отвлекаться при переводе с русского на английский, тем быстрее у вас пойдет процесс обучения. Итак, factors affecting work performance. Вот так выглядит график. Посмотрите на него несколько минут. Я пока переведу те слова, которые указаны в графике. Я поясню факторы привлекательности, на основании которых построен график. Количество респондентов, участвующих в опросе, нам на данный момент неважно. Я хотела бы, чтобы вы поняли суть задания. Цифры внизу означают возрастную категорию. Первая возрастная группа — это молодые люди от 18 до 30 лет, а вторая возрастная группа — это люди от 45 до 60 лет. Итак, один из факторов — это team spirit. Team spirit переводится как командный дух. Сплоченность коллектива, взаимовыручка. Chance for personal development — возможность личного роста. Relaxed working environment — ненапряженная, комфортная обстановка на работе. Competent boss — компетентный, знающий руководитель. Job security — гарантия занятости, гарантия сохранности рабочего места. Respect for colleagues — уважительное отношение со стороны коллег. Promotion prospects — шанс получить повышение. Рост по карьерной лестнице. Job satisfaction — удовлетворение от работы. Work environment — условия труда. И money — деньги. Подумайте, какие лично для вас были бы привлекательны и интересны факторы при устройстве на работу. Я рекомендую любую письменную работу анализировать, исходя из собственной заинтересованности. Смотреть на нее со своей стороны. Когда есть эмоциональное включение, тогда всегда легче и написать что-то, и сказать, тем более на иностранном языке. Итак, с чего начать? Есть много вариантов анализа графиков. Кто-то идет от общего к частному, кто-то наоборот. Но чего делать точно не стоит, так это просто переписывать факторы, которые вы видите, и ставить там соответствующие цифры. Этого делать категорически нельзя. И, кстати говоря, британцы очень любят такие графики. И часто при поступлении в высшее учебное заведение Англии и США, а также при сдаче квалификационных экзаменов здесь, в России, на знание английского языка, одно из заданий будет как раз график, который вам предстоит проанализировать, не просто описать то, что вы видите на нем, но и понять саму суть, а главное его грамотно прокомментировать, изложить те основные моменты, которые стоят перед вами, или же то, что вы лично чувствуете, понимаете, исходя из этого графика. Давайте сейчас попробуем это сделать вместе. То, что я вам предложу, это лишь один из вариантов, как можно подойти к этому вопросу. Вы можете подумать, и у вас, возможно, возникнут какие-то иные версии, как можно прочитать этот график, и какие выводы можно из этого сделать. Давайте попробуем сделать это вместе. Первое предложение, с которого логично было бы начать. The bar chart indicates a survey of two different age groups who are determining the factors important to them to make their environment pleasant for working. На представленном графике показан опрос двух возрастных групп, которые выделяют важные для них факторы, способствующие приятной атмосфере на работе. Эти факторы можно разделить на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся сплоченность коллектива, компетентный руководитель, уважение коллег и удовольствие от работы. К внешним факторам можно отнести личный и карьерный рост, гарантию занятости и деньги. As for the internal factors, above 50% in both age groups agreed that team spirit, competent boss and job satisfaction are essential to make their environment pleasant. Что касается внутреннего фактора, то более 50% опрошенных в обеих возрастных группах согласились с тем, что сплоченность коллектива, компетентность руководства и получение удовольствия от работы – важные составляющие, чтобы сделать атмосферу на работе приятной. В то время как, учитывая внешние факторы, результаты отличаются. It's essential for about 85% of the younger age group to have a chance for personal development and promotional aspects, while only about 50% of the older age group think so. Около 85% молодых людей подчеркивают важность иметь шанс для личного и карьерного роста и развития, в то время как только 50% из старшей возрастной группы думают об этом. Аналогичную ситуацию можно отметить и в безопасности труда. The importance of money observed both age groups. На важность денег обратили внимание обе возрастные группы. In conclusion, I have to say that internal factors have similar responses of the two age groups, while there are dissimilar responses relating to the external factors. В заключение следует сказать, что относительно внутренних факторов ответы респондентов схожи, в то время как есть расхождение в ответах, касающиеся внешних факторов. Вот примерно такой ответ от вас захочет увидеть руководитель или же на международном экзамене-экзаменатор. Переходим к нашему следующему разделу. Он называется «Идиомы». И сегодня мы займемся пополнением нашего словарного запаса «Идиом». Прикусить язык, как в прямом, так и в переносном смысле. Не верится, что это правда. Быть в одинаковом положении с кем-то. Он за словом в карман не полезет. Я боюсь даже думать. Ты решай, я согласна с любым решением. Ради Бога. Чудеса, да и только. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Через какое-то время забудется. Размечтался. Я тоже. Что толку, какая польза. Ну ты и спросил. Что случилось с... Ты будешь удивлен. Первонаперво. Look who is talking. Кто бы говорил. That's what I call. Вот что я называю. Get a move on. Шевелись. Famous last words. И не надейся. Don't get me wrong. Не пойми меня неправильно. На самом деле удивительно, насколько знания идиом помогают нам при общении с иностранцами, а также при чтении иностранной литературы. Огромное количество идиом вы найдете, если будете читать как в оригинале, так и адаптированную литературу. Идиомические выражения даже при переводе стараются сохранить, поскольку они очень упрощают нам жизнь. И не нужно использовать длинных и сложных грамматических конструкций, достаточно знать пару-тройку идиом, которые будут соответствовать смыслу нашего высказывания. Давайте посмотрим, как это выглядит на примерах. Перед вами будут небольшие диалоги или просто фразы. Перед вами будут небольшие диалоги или просто фразы. Перед вами You shouldn't worry so much about it. It's gonna be a nine-day wonder. I'd love to have this car. Dream on. You probably couldn't even afford a petrol for it. I prefer tea to coffee. Same here. I find it more refreshing. To put it mildly, it's very boring place. Dad told me to have a look at the job ads in the paper. But what's the use? I don't have any experience. How old is she? You have got me there. She is older than her husband, but I don't know by how much. What's gotten to Kate? She has been in a very bad mood all day. You know, one of our friends has been arrested for speeding. Wait for it. It's Helen and she is the slowest driver I know. I have got a lot to do this morning, but first things first. Let's open the mail. My sister spends a lot of money on clothes. Look who is talking. You buy something new to wear every week. That's what I call a great movie. Thanks, Godness. That's the last customer of the day. Famous last words. A large company has just arrived. I hope you don't have any questions. А теперь для себя дома попробуйте составить аналогичные, используя эти идиомы или те, которые мы изучали ранее. Старайтесь тренироваться самостоятельно как можно больше, чтобы они отложились у вас в голове. Переходим к нашему следующему разделу. Английский на слух. Раздел 6. Перед тем, как я вам зачитаю небольшой кусочек, вам нужно будет познакомиться со словами, которые вам понадобятся. Клонинг, клонирование, is defined, определяется как, cell, клетка, mammal, млекопитающая, attempt, попытка, ethical, этический. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о клонировании. Of course, you know about the famous Dolly the sheep. It became the first successfully cloned adult mammal. Some people were extremely excited by this prospect. Others were extremely worried. So, why are some scientists so keen to clone human cells? First of all, it's important to understand that cloning human cells does not mean that you make a new human being living. They believe that in future we will be able to clone human organs such as heart, liver and kidney, which we will be able to use in transport operations. However, most people are against human cloning at present because they say it's not safe. Today, we don't have the technology to save cloning human being and it took more than 200 attempts before the cloning of Dolly. There are more political and ethical arguments against human cloning. They say it's morally wrong and it would allow us to play God. Most Western countries are in process of legislating again against human cloning, but unless all the countries make it illegal now. And it's too early to say how successful they will be in future. Сейчас я переведу то, о чем я говорила. Итак, сегодня мы обсуждаем клонирование. Что же такое клонирование? Клонирование определяется как воспроизведение клетки или организма с таким же самым геном. Это означает, что клон — это живое существо с таким же ДНК. Конечно, вы слышали об известной овечке Долли, которая была первым успешно клонированным взрослым млекопитающим. Некоторые люди были сильно обрадованы этой перспективой, но в то же время были люди, которые были сильно обеспокоены. Почему же некоторые ученые так хотят клонировать человеческие клетки? Во-первых, важно понимать, что клонирование человеческой клетки не означает, что вы в итоге получите живого человека. Они надеются, что в будущем можно будет использовать данные операции для трансплантации органов, таких как сердце, печень, почки. Однако большинство людей сейчас против клонирования существуют аргументы против человеческого клонирования. Они говорят, что с этической точки зрения это неправильно и это даст нам возможность играть в Бога таким образом. Большинство западных стран на сегодняшний момент готовят законодательство против человеческого клонирования. Но вместе с тем все страны, абсолютно все, и сегодня пытаются незаконно проводить такие опыты. К чему приведет это в будущем, мы можем только догадываться. Вот такая у нас сегодня была тема, одновременно сложная и очень интересная. Это даст вам возможность и подумать над ней самостоятельно, и возможно что-то почитать и на английском языке в соответствующей литературе. Наш предпоследний раздел, это раздел 7, читаем книги в оригинале. Предлагаю вам очередную подборку очень интересных лексических и грамматических предложений, которые взяты из оригинальных книг. Давайте посмотрим, как будет выглядеть предложение книжки. Ради Бога, не беспокойте меня, если что-то повреждено, включите это в мой счет. Интересная фраза здесь, put it on the bill. Дословно, положите это в мой счет. Он снял сапоги и сел на обочине дороги, проветривая свои ноги, печально глядя на пальцы своих ног. Здесь интересная фраза, airing his feet. Слово air это не только воздух, оно имеет много значений, и одно из которых проветривать. He has cut himself off from the human race. Он отрезал себя от человеческой расы. Cut off это фразовый глагол. Похоже, в слепой ярости он выскочил из дома Кэмпа. In blind anger. Blind это слепой, anger это злость, ярость. Rush out выскочил. Также фразовый глагол. Lunch is on its way. Обед скоро подадут. Буквально обед в пути. Но так как сам обед не может прийти, то мы будем переводить его пассивным залогом. И заключительный раздел нашего урока на сегодня будут цитаты. Я подобрала для вас наиболее интересные цитаты как известных людей, так и просто какие-то отрывки из книг. Working hard and working smart sometimes can be two different things. Усердная работа и толковая работа иногда дают разные результаты. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Образование – самое сильное оружие для изменения мира. Это сказал Нельсом Мандела. Mistakes are proof that you are trying. Ошибки – доказательство того, что ты пытаешься. Самую сложную работу я даю самому ленивому, потому что он найдет легкий способ ее сделать. Это сказал Билл Гейтс. If you are good at something, never do it for free. Если что-то можешь делать хорошо, не делай это бесплатно. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события и мелкие умы обсуждают людей. Рано нанесенные мыслями заживают дольше любых других. Джоан Ролин Есть люди, которые окружают себя высокой стеной, а сами мечтают, чтобы вы ее разрушили. И если вы этого не сделаете, то никогда не узнаете по-настоящему человека, который за ней живет. Артур Хейли Одно из преимуществ одинокой жизни заключается в том, что можно смело и громко разговаривать с самим собой. И никто при этом не заподозрит, что ты сошел с ума. Стивен Кинг Когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки. Клайв Льюис Есть работа, а есть дело всей жизни. Если однажды ты захочешь убежать, позвони мне. Я не обещаю, что попрошу тебя остановиться, но я могу бежать с тобой. Ты можешь извиняться миллион раз, можешь говорить, я тебя люблю столько раз, сколько захочешь, но если ты не собираешься доказывать это, твои слова ничего не значат. Жизнь, как и изда на велосипеде. Чтобы сохранить баланс, нужно продолжать двигаться. Учителя открывают дверь, но войти ты должен сам. Никогда не бросай того, что реально хочешь. Трудно сделать, но еще труднее сожалеть. Я вам также желаю никогда не бросать то, что вам действительно нравится. Если вы получаете удовольствие от изучения английского языка, не бросайте, пока не достигнете того уровня, который вы хотите. На сегодня наш урок подошел к концу. Я желаю вам успехов и удачи. До новых встреч. До свидания.